Областное управление наркоконтроля объявило войну веселящему газу. Ивановские наркополицейские провели несколько рейдов по усилительным заведениям и ночным магазинам. Главной целью стали продавцы так называемых «шаров счастья». Я могу сказать, что порядка 80 разных заведений мы проверили. Изъят из оборота 7 баллонов веселящего этого газа. Это где-то 70 литров. По словам Виктора Бакулина, оперативные мероприятия проводились еще весной. Первая информация об употреблении закиси азота в клубах города поступила в управление в апреле. На сегодняшний день наркополицейские выявили 5 точек продажи веселящего газа. В ряде заведений после проведенных проверок отказались от торговли шарами счастья. Закиси азота не подпадает по наркотическим средствам или психотропным веществам. Но поскольку сигналы были, мы все-таки проверили. Да, мы взяли и провели какое-то мероприятие. Мы взяли и закупили, попробовали купить. Потом отдали на исследование. Исследование мы проводили в нашем химтехнологическом институте. Показало о том, что действительно наркотиков нет, но это именно закиси азота. Более того, попросили медиков. Медики осветили нам более подробно. Да, действительно, такая закиси азота в виде веселящих газа или шариков, как сленг молодежный, это наносит вред здоровью. Вред здоровью достаточно серьезный. Среди молодых людей, потреблявших Н2О, уже зарегистрировано несколько случаев серьезных психоневрологических нарушений. Специалисты предупреждают, злоупотребление газа может привести к токсическому отеку легких и асфиксии. На сегодняшний день занимаемся, поскольку наша задача обезопасить наше население, будем изымать, будем направлять на исследование и передавать по последствиям в Следственный комитет. А Следственный комитет уже в совокупности с прокуратурой, наверное, какие-то шаги должны предпринять. В настоящее время все материалы по факту сбыта закиси азота переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Пока закиси азота не внесли в список наркотических веществ. Ее распространение попадает под 238-ю статью Уголовного кодекса. Производство, хранение либо сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности.